Такое живописное местечко. Да, вот так мы могли бы ехать с самого начала. Ехали, конечно, мы ужасно, но вот здесь вид очень хороший, ревечественный, такие горы красивые. Ну и когда все-таки кругом какие-то домики, как-то поживее. А то мы ехали одинокие. Правда, в одном месте присоединились к итальянской машинке, к машинке с итальянскими номерами. Только он нас испугался. Да, мы ехали за ним несколько десятков километров, наверное. По горам, без освещений. Да, и все бы ничего, наверное. Он бы усмирился со своей судьбой, что мы за ним едем. Но в какой-то момент вышла такая ситуация, что мы были на перевале Нагорном, где как раз реверсивный светофор. Это светофор, который пропускает сначала машину то в одну сторону, то в другую. Так вот он подъехал прямо на желтый, и перед нами уже должен был загореться красный. И он проскочил на этот желтый, и мы, чтобы не потерять его, тоже прибавили конкретно и проскочили за ним. И тут он понял, что мы его преследовали. И у него что-то взыграло, и он тут начал метаться, и в конце концов вообще метнулся в кусты. Да. Ну и поехали. А так все-таки было две машинки, когда едят, веселее. По горам, где нет освещения и дороги, нет разметки вообще никакой. И страшновато. Вот такие виды интересные, красивые. Да, здесь, конечно, это городок. Вот сейчас мы едем прямо, ну реально это город. А вчера ехали по деревням, по серпантинам. И деревни зловеще выглядят. Во-первых, нет фонарей. Во-вторых, они все такие старинные дома, очень уникальные, конечно, потому что мы подобной архитектуры, застройки не видели. Они характерны, наверное, для Румынии. Теперь вот увидишь, когда пейзажи с такими домами, сразу поймешь, что это Румыния, скорее всего. Но и бедненькие все-таки такие, поэтому как-то страшновато. Уныло так все. Да, и все закрыто самставнями ночью. Света вот нет, прям даже вот, ну лучинка не светится ни в одном огне, что называется. Вообще, едешь по пустынным, по заброшенным, думаешь, все выбили вампиры, все население. Или наоборот, все население пошло как-то охотиться. Ну вот еще небольшой нюанс. Мы сейчас опять снова едем по горному серпантину. Вот сейчас деревья скрывают от нас справа горы. Но посмотрите, какой это горный серпантин. По такому серпантину горному приятно ехать. Хорошая широкая дорога с ограничителем, с достаточно приличной скоростью мы можем ехать по этой дороге. Тоже горный серпантин. И противовес как раз той дороге, к которой мы добирались сюда. Это опять, ну здесь уже на просвет видны вот эти горы. То есть вообще завораживающие, красивые пейзажи. Тот же горный серпантин, но ехать приятно до такой дорожки. По сравнению с тем, что мы выбирали так называемый более короткий маршрут. Где тот же горный серпантин, но страшные дороги. С маленькой скоростью, по которой передвигаешься. Так что выбирайте правильный пульс, ребята. Когда планируете свое автопутешествие. То есть все же горный серпантин. eter